Так и будет. Так что давайте смотреть, будет очень интересно. Итак, навед начинается террористов. Москва, Файр, Законтров и Аркада Тромшка от Хека уже по центру. Давайте посмотрим за Хеком. Встречает у нас малую комнату, врывается, делает... Ничего он не делает, он, к сожалению, умирает. Но размены у нас делают Фокс, Эдик и в итоге ситуация 2 в 3. Контры в меньшинстве, Доси, Ромушки остались у нас на центре и будут идти через ДЛ и через ДЛ, видимо. Да, именно так. А терроры у нас отошли... Ой, хитрые нато свинцери. Фактически уже прошли на Б-планет, но решили отойти и в итоге видим мы, что обхитрили. Обхитрили они москвичей. Ромушки и Доси понимают, что на Б-планете уже никого нету. Идут на А, а на А-планете-то тоже никого нету. Наверешали пойти через Каты. Но сейчас будет встреча, да, Доси встречает из дома. Может там неплохо кого-то покоцать, причем, да, очень неплохо коцать от Маркелова, Зеуса. Доси минус! Да, очень хорошей позиции был Доси, прикрывал он себя с правой стороны. Стеной. Отличный минус от Старикса. И в итоге 1 в 2. Ромушки, смотрим за Романом. Затыкали. Затыкали Рому и первый раунд за Нави. Отдача в Moscow Five. При этом я вижу у них диглы. Так что это будет не такая уж и отдача. Moscow Five. Сайд своими диглами, своими какими-то аркадами. Поэтому такие раунды от них, они всегда очень опасны. Тем более это Детускан. Здесь можно от них ожидать вообще всего чего угодно. Так что с ними шутки плохи. Ну, видим мы, что пока у Нави все получается хорошо. Они делают 3 минуса и можно немножко отвлечься и тут продолжить кое-что исправлять. Чтобы все было совсем хорошо. Вот, теперь все великолепно. Просто великолепно. В обеих сторонах все идеально. И мы ждем окончания этого раунда, чтобы выйдет следующий раунд. В нем закупщик тоже, наверное, не будет. Были диглы, да. А вот потом будет закупочка Moscow Five. И я надеюсь, что мы увидим что-то очень интересное. Напоминаю, что в случае победы Moscow Five на этой карте, нас будет за 3-я карта. Это будет Death Dust 2. Что само по себе будет очень интересно. Между этими командами, мне кажется. Так что, если вы любите Counter-Strike, любите красивые матчи, так как люблю их я, то, я думаю, вам тоже стоит болеть за Moscow Five на этой карте. Чтобы вся эта феерия продолжилась как можно дольше. Ну, и для тех, кто не помнит, я напоминаю вам, что сегодня у нас в 12 часов ночи, то есть через час с лишним, нас ждет еще одна игра. WinFact против Fnatic. Две европейские команды, скандинавские. Очень сильные команды. И игра, я думаю, будет тоже, ну, не из легких. Конечно, понятно, что Moscow Five наибе интереснее. Все-таки наши соседи, ну, я имею в виду украинцев, для кого-то наши соседи, это Moscow Five. В любом случае, обе команды, так сказать, близкие сердцу. Но я уверяю вас, Fnatic, в WinFact игра будет не менее жесткой. Так что, те, у кого хватит сил, обязательно присоединяйтесь к нам в 12 часов ночи. Будет здорово. 3-0. И, наконец-то, первый закупочный раунд от москвичей. Я вижу, у них М-ки. Есть ли АВП? Есть ли АВП у Доси, либо у Хек? Ну-ка, посмотрим. Нет. Не хватило деньжат, либо ненужным АВП, исходя из их тактики. У них одни М-ки. Поджим по зигзагу. Поджим от Эдика по банану. Ну, давайте посмотрим за Эдиком. У него там есть неплохий шанс убить одного человека в малой комнате, который стоит в углу. Если, конечно, Эдик... Вот, да, вот именно этого человека, который я вам показываю сейчас через стену. Если Эдик решится на эту аркаду, может быть, кинет кто-нибудь зигзага флешечку, то может получиться что-то очень интересное. Отличный тайминг от Эдика. Тут еще и Фоксом очень помогает зигзага. И для Кэп начала раунда, несмотря на то, что очень мало ХП. Сейчас ох, умирает Хек. Ситуация 3 в 4. Не очень хорошая. При этом у Фокса, у Эдика и у Ромушки у них с ХП. В общем-то, беда. Беда с ХП. Особенно у Фокса и у Эдика. И сейчас вот эта ситуация, несмотря на численные преимущества, может обратиться и в печаль. Минсуидосио, причем у которого было 100 ХП без разменов, отвалился Михаил Столяров. И в итоге Фокс 8 ХП. Ну, очень мало. Смотрим. Сейчас будет попытка кого-то заспреить в дым. Причем там тоже неплохие шансы есть. И у Московаев. Обе команды очень косные. Видим мы, что 3 в 3 и все красные. Все красные. Так что... Ох, Ромушки в дым заспреивает Старикса. И 3 в 2. Маркелов у нас за ящиком. Убивает еще одного Ромушки. И Маркелов 1 в 3. Смотрим за Мариком. За Егором Маркеловым. Что же он будет делать в этой непростой для себя ситуации? Отличный минус. Минус 2. И будет ли минус 3. Смотрим за Егором. Отличная игра. Ведет! Стряд Маркелов! О май гад! 4-0. И раунд за Нави. Хотя, казалось бы, совсем он был уже в руках у москвичей. Но нет. Маркелов показывает великолепную индивидуальную игру. И берет раунд. Думаю, сейчас все его просто бьют. Ну, бьют по спине. Я думаю, хлопают. То есть, в позитивном смысле. То есть, не сбивают Егор за то, что он взял раунд. А то есть, дружески его подбадривают. Скажем так. Аркада Доси от Хека по центру. У Ромушки. Я вижу у Ромушки великолепное оружие. Давайте посмотрим за Романом. Где Роман? Вот наш Рома. Он почувствовал в себе силу Колона. Причем Доси. Что творит Доси? Минус 2. Снегла. Рома, что творит Москов 5? Вот Москов 5. Мега непредсказуемая команда. То есть, ну, в самом деле. Дигл и Скаут. Что они могут сделать, казалось бы. А вот. Минус 2 с Диглами. Минус от Скаута. И сейчас Нави уже 2 в 4. Неужели Москов 5 возьмут этот раунд? Ну, я не знаю. Это будет что-то невероятное. Я просто буду... Очень удивлен. Скажем так. Смотрим за Стариксом. За Зеусом. Минус у Ромушки. Доси. Размены. 1 в 2. Старикс смотрим за... А Сергеем Ищуком врывается он. Минус 1. Нет. На больше его не хватает. И раунд за Москов 5. Что творят москвичи? Это просто что-то unbelievable. Просто unbelievable. Взять раунд буквально Диглом и Скаутом. Ну, ребята, это вообще... Это достойно уважения и похвалы. И вообще всего чего угодно. Думаю, сейчас многие со мной согласятся. Но смотрим. Нави тоже не лыком шиты. Может быть, просто неожидали на такой невероятной игре от Москов 5. Размены на центре. Хек сделал минус семки. Достал в руки боевой пистолет и вместе с ним умер. В итоге 3-4 ситуация. Террорист уже на Апланте. А где же у нас Москов 5? Фокс, Эдик, Ромушки. Что у нас сейвают? Пока непонятно. Видимо, что Фокс обходит спину. Причем встретится он с Зеусом сейчас. Они оба решили зайти друг в другую спину. Но Фокс оказался в этой ситуации чуть-чуть проворнее, чуть-чуть смелее и сильнее. В итоге ситуация 3-3. Фокс очень коцанный. И М5 уходит на сейв. Холоднокровно. Не дергаюсь. Уходит на сейв. В принципе, все правильно, потому что АВП. Плюс у Фокса очень мало ХП. Из этого, конечно, получился бы, скорее всего, отданный раунд. А так они взяли себе 3 девайса. Тричем 3 хороших девайса, 2 калаша, 1 ВП. И гораздо логичнее сделать в следующем раунде 2 тиммейтам. Хеку и Доси до кубочку. И в следующий раунд нормально сыграть уже 5 на 5. А не... Ох, умирает Эдик. Обидно. Обидно. Мог он спрятаться нормально. 5-1. Нави берут этот раунд тоже. Эдик у нас снова привычно держит Банан. Ромушки держит Зигзаг. Хеку на центре. И Доси с Фоксом, 2 брата Акробатом. Братья Стреллеровы держат нас, коты, вместе. Как говорится, мы с Тамарой ходим парой. С Санитаром и С Тамарой. Вот так у нас и Фокс с Доси. Не в плане того, что они санитары, а в плане того, что они ходят парой. Минуса от Moscow 5, пока я вспоминал детские какие-то стежки. Тут, в общем-то, и раунд уже подошел к концу. Старикс, идем в 4. В этом раунде, наверное, ничего не получилось. Ну и смотрим за Стариксом. Он дает флешку. И Доси вырывается и красивым минусом ставит точку в этом раунде. Не зря, ребята, с Севери в предыдущем раунде свои ганы. 5-2. И АВП у Эдика. Давайте посмотрим. Ну, он, скорее всего, будет держать с ним, как всегда, стандартно, банан. Будет даже Аркадий, скорее всего, с ним. Да, Эдик у нас держит Б. Ну, ребята, с Антус Винцери мы видим за кубочку. Вижу я калашики, вижу за хаешечки, флешечки. То есть у них с негами все отлично. 5 раундов достаточно, чтобы иметь хороший бабосик в вышелечке. Так что этот раунд они могут позволить себе сыграть в полной боевой готовности, так сказать. С раскидочкой и с нормальным оружием. Поджим от Хек от Фокса по центру. Эдик с Ромшки также поджимают банан и зигзаг. И Доси поджимают коты. То есть, видите, атака по всем фронтам. Абсолютно по всем. И не очень хорошо это получилось на Апланте. Не очень хорошо получилось пройти коты и центр. И в итоге по числу оставшихся в живых людей. А ситуация в пользу Антус Винцери. 3 в 2. Сейчас Ромшки великолепный минус. Просто Зевс он впечатывает в стену. И теперь ситуация стала гораздо более благоприятной. 2 в 2. Старик на Апланте. Сеня тоже около Апланта. И Эдик контролит у нас все это дело. Минус 2. От Эдика и от Ромшки. Ну, по минусу 1 от каждого. В общей сложности получается минус 2 от Москоп 5. И третий раунд за Москвичами. Поздравляем их, поздравляем их с этим. И надеемся, что они... Ну, только... Что это только начало, скажем так. Хотя, мне кажется, на Тускане за Москоп 5 переживать. Вообще не стоит. Даже если счет будет 12-3 в пользу Нави. Потому что мы уже видели в лихаепной камбэхе от Москоп 5. Ну, и вы сами видели вот дигловый раунд этот со скаутом. Эти ребята на Тускане чувствуют себя как... Не знаю... Как рыба в воде. И скоро уже можно будет... Говорить не как рыба в воде, а как Москоп 5 на Тускане. Это будет гораздо более логично. 5-4. Убивает отдачу Москоп 5. И приближается еще на 1 очко. Ближе к тому, чтобы догнать Нави. Сравнять счет. Холд от Нави в двух комнатах. Двое в малый. Двое в большой. И Зеус около малой тоже. Что будет делать Нави? Наверняка не будет снова Аркадий. Пытаться выйти под флешки. Смотрим. Хек и Фокс близко на котах. Доси на планте. Ромушки около центра. И Эдик на зигзаге. Пока, правда, мы не видим никаких активных действий. Флешка у Доси. Нет, видим мы, что скорее всего будет атака по котам. Доси даст флешку. Вот так вот. И два контра у нас забегут. Будут атаковать всех здесь террористов. Главное, чтобы это было в тайминг. Чтобы в этот момент здесь кто-то действительно был. И мы увидели что-то интересное. Дается дым. Но пока здесь никого, в общем-то, нет. Дается флешка. Выходит контры. Все, как я говорил. Но никого нету. Мы в тайминг не попали. И атака террористов под Б-план. Судя по всему, по зигзаг. Эдик делает первый минус. Да. Именно на Б-план будет атака у Нави. Скорее всего. В принципе, они пока находятся на зигзаге. У них есть время перейти и под А, и под Б. Но, учитывая, что Старикс перемещается на зигзаг. Это будет атака под Б. Смотрим мы за Эдиком. За Ромушки. И сейчас Доси Хеку, конечно, было бы тоже неплохо пойти поближе. С ним тиммейтам дается инфа. Минус от Эдика, отлично. Дается флэш. Где у нас Ромушки? Ромушки встречает у нас тоже в упоре. Старикс неплохо играет с АВП. Эдвард убивает Хека. Как же так? И Эдика зажимает. Он не успевает ничего сделать. И в итоге Фокс, Доси. Вся надежда на этих двух ребят. Фокс поджимает, поджимает. Он в бананы. И отлично минус спину. 5-5. Чего сравнялся. Москвичи дали жару. Встреча на Зигзаге. Очень-очень хорошо он вышел в тайминг. Жаль, что не убил нормальную спину. Но очень сильно Доси накалил. Здесь ХП осталось у Михаила Старлирова. И Миша приходит идти в дом. При этом он догадывается, думаю, что... Догадывается, что атака именно на Б. Или что? Да. Знает он, что это Б-плант. И сейчас будет у нас что-то интересное. В Рим идет. ХП у Доси очень мало. И сейчас, если ему повезет... Но нет. Вот Эдвард контролит в упоре. Скорее всего, Доси просто улетит сразу же от рук Эдварда. Да. Эдвард без проблем забирает Доси. Слишком мало ХП было у Доси. Можно отметить Маркелова в спину. Очень хорошо сыграл. 6-5. Нави впереди. Масса коты у нас. Вот надо с Винцарем. Абсолютно все идут по котам. Отличный место тени. Просто на стрельфе. Шикарно поймал Хека. Хек просто отвалился. Убивают... Нет, Доси не убивают. Доси должны были убить. Из его позиции. Но Доси сделал минус 2. Фокс врывается. Наконец-то наказали Доси. И Старик садим в 2. Снова в сложной для себя ситуации. Зажат в тупой нычке. И его тут просто взрывают без шансов. Счет 6-6. Видим мы качельки. То одна команда берет раунд. То другая. Скажут, что они идут в призирку друг к другу. Наступают друг к другу на пятки. В буквальном смысле. Аркадат М5. Видим мы Фокса, Ромушки на фиг-заге. Отдача у Нату с Винтери. И этот раунд, скорее всего, танец за Москву 5. Потому что тут нет даже деглов. У Нави они полностью сливают. Такие раунды, конечно, мне не отдаются. 7-6. М5. Вырвались вперед. Впервые за всю карту, по-моему. Впервые за всю карту. А так и там у нас собирается от Нату с Винтери. Видимо, двое в кишке. Старик с подкотами. Сеня тоже. И Эдвард тоже. Будет у нас сплит на А своеобразный. Двое кишкам. Трое коты. И сейчас у нас все зависит от кого. Давайте посмотрим. Здесь у нас есть Доси. Есть Фокс. Неудобный он полиции взял для того, чтобы контролить дверцу. И в итоге видим мы, что они просто отваливаются. Все отваливаются. Без борьбы. На Аплант. Ну, с борьбой. Но, тем не менее, на Аплант Нату Свинтери спокойно заходит. Вот, да. Старикс написал. Слэшки ждете. И Доси пишет, офкорс. Да, не ожидали, что... Не ожидали, что Нату Свинтери выйдут без флэшек. Выйдут просто и поймают их с лэшками в руках. В итоге бомба у нас диффузится. Эдитом. У, Зеос, отличный фраг. Просто великолепная реакция. 7-7. Так, я снова с вами, извиняюсь. Немножко меня отвлекли. Последний раунд в первой стороне у нас на наших экранах. Ромушки в аркаде по центру. Фокс. Все аркады, в общем, цхек. И наверняка есть коты, да. Доси по котам. Мас аркада. Фокс и Дигл. Ну, и смотрим. Москов Ф, мастера аркад. Ну, и... Смотрим, смотрим. Размен на центре. И пора уже. Пора уже выходить Михаилу Столярову. Делать минуса. Ох, ловит тайминг. Шикарные минуса. И давал один Зеус. У него есть шансы. Есть шансы. У Ромушки очень коцаны. И если убивать Романа, то потом против Доси... Ох, это еще он против Доси сделал такие отличные минуса. Но нет, Ромушки. Отличный хэдшот. 8-7. И спина на сторон. Посмотрим, как москвичи сыграет в атаке. Посмотрим, как Нави сыграет в защите. В принципе, 8-7. Для обеих команд неплохой счет. Есть от чего играть. И смотрим. Наверняка будет какая-нибудь аркада или нет. Нет, Нави в этом плане не такие аркадные, как москву 5. Хотя, вот видим мы, что Эдвард Старик сделал. Да, есть все-таки аркада. Изначально я был прав. И сейчас этот поджим либо сыграет на руку. Надо в свинцере, либо... Ох, дает кому-то в голову. Минусует Ромушки. Минусует Хеха. И да, аркада сыграла свою роль. Очень позитивную. А москву 5 оказались не готовы. С минуса от Эдварда. Ох, минус. Что делает Эдвард? Да, Эдвард тут король в пистолетах. Сделаем минус 2. Эдик вместе с ним. Сделаем минус 2. Но раунд в итоге остается за нато в свинцере. Счет 8-8. И первый этот раунд обеспечивает им еще, соответственно, следующий. Отдача у москву 5. Сейчас они не будут рисковать. Вижу я пару диглов. Или что, все диглбай? Да, похоже, что диглбай от москву 5. Есть даже граната. Да, полностью диглбай. Масс диглбай. Поджим по зигзагу. 4 хп у Эдварда. Сейчас могли спокойно убивать Эдварда. Видимо, он был белый. Либо, не знаю, причина того, что он как-то странно очень пятился. Скорее всего, его обфлешили. И в итоге 2 в 4 ситуация. У Фокса есть М-ка. И Эдик с диглом у нас на зигзаге. Фокс реализует свой М4А1 где-то на банане. Вот он у нас сидит и делает минус. И в итоге 2 в 3 ситуация. При этом Эдвард очень коц. Но убивает Фокса. Нужно убивать было Эдварда. Если бы Эдварда убили, не оставили бы 4 хп. И ситуация была бы гораздо более позитивной. И играть было бы гораздо легче. Взрывает Эдварда. И 1 в 2 Эдик. Ему крадутся уже в спину. Бомба лежит у нас где-то на банане. Судя по всему. Или где у нас бомба? Смотрим. Не видно у нас бомбы на карте, к сожалению. На овервьюшке. И Эдик бесславно пал. Раунд за Нави. 9-8. Украинцы вырываются вперед. Полубай. От Москов Пайфи уже Эдиклы. Калаш. Галил. И, наверное, если бы это были бы не Москов Пайфи, я бы сказал, что зря они это делают. Все-таки это очень рискованно. И вряд ли такое прокатит. Но это ребята из Москов Пайфи. И они способны нас удивлять совершенно невероятными действиями. Так что давайте просто посмотрим. Возможно, мы увидим что-то очень интересное. Проход по зигзагам. Проход по банану будет сплит на Б. И тут рядом есть контры. Давайте посмотрим за... 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 Ну где же у нас контур? Тут уже поджимает эту спину. И давайте посмотрим за Зелусом. Он сейчас будет ловить банан. Тут как раз выходит у нас гановый ребят из Москов Пайф. Зелус с ними стреляется. И отходит на более безопасную позицию. Нет, в этом раунде мы от Москов Пайфи ничего интересного не увидели. По крайней мере по исполнению. И 10-й раунд без проблем переходит к Украине. Там 10-8. Пора по москвичам вспомнить о том, что если эту карту они проиграют, то и этот матч они тоже проиграют. Соответственно, невидателем полуфинала и невидателем топ-4. Ну или топ-3. А это в любом случае не очень хорошо, я думаю. Выход по центру от М5. У них блоки. Полный слив. Наконец-то они решили сделать полный слив, чтобы в следующем раунде нормально скупиться ганами, калашами. Может быть, даже кто-то закупит АВП. И 11-й раунд за Нату Свинцери. Наконец-то нормальный бай. Видимо калаши, видим флешки, есть закупка. И что же придумают москвичи? Быстрый выход по зигзагу. Здесь у нас отлично убивает Старикса. Старикса, по-моему, выстрела не успел сделать. Без шансов его убили. Поджимает тени у нас по кишке. В аркаде. И учитывая, что в кишке у москве вообще никого нету. Да и в большой комнате тоже никого нету. И это довольно хорошо. Хотя вот Эдик оттягивается в большой комнате. Сейчас Синю может удивить и Досе, и Эдикам. И кто знает, возможно, москве сейчас еще и перетянутся под коты. Смотрим за Синечкой. Ждем, когда он вылезет из кишки. И начнет удивлять. Нет, Синя, похоже, решил не удивлять здесь никого. Дал инфу просто, что есть люди под котами. И спокойно отходит на сам Аплант. Три в три ситуация. Фокс уже на Б. И остальные террори тоже перетягиваются на Б-план. Так же, как и контры. Убивают Фокса, к сожалению, бомба у Хека. Хека разменивает Эдварда. И сейчас будет ставить бомбу. Ставит он ее на банан. Досе сейчас будет отрезать. Отличный минус от Досе. И в итоге 1 в 2 Синя. Давайте посмотрим. Минус от Хека. Отлично сыграл Александр Запков. И счет 11-9. Москва 5, похоже, вняли. Моим словам. И вспомнили, что если они проиграют, то, как я уже сказал, не видать им топы три. А топ-3 им нужен. Я думаю, очень даже. Турнир хороший, команды хорошие. И надо занимать, конечно, побольше призовых мест. Чтобы уже так стабильно влиться в топ-3. Ну, в мировой топ-3. Пока они все-таки скорее где-то в топе 5. Потому что обыгрывать прямо стабильно таких коллективов, как СК, как ЕСЦ, у них не получается. Они играют на равных, то есть бесспорно. А выигрывают у них карты. Показывают великолепную игру. Но им не хватает буквально совсем чуть-чуть ток. То есть фактически они играют на 99%. Фактически на 100. Вот одного процента мне хватает. И когда они смогут сыграть на полную, они войдут прямо-таки в стабильный топ-3, я думаю. Ну, а мы возвращаемся к нашим баранам, я хотел сказать. Но все-таки давайте не будем говорить такие фразы. Это может восприняться двузначно. Поэтому возвращаемся на карту Детускан. Старик с отличной аркадой. Бивает он двоих контров. Двух терроров, точнее. Двух терроров. Если бы это были два контра, это было бы тимкил. И в итоге 3 в 3 ситуации. Фокус готов выйти по котам. Эдик у нас выходит уже через дверь. Дается флешка. Эдик выходит чехать. Никого не видит. И Зеус сейчас, боюсь, будет делать дела. Зеус заходит у нас в спину. Сделает великолепный минус. Бывший капитан Атос Винцери. Дает инфу, что в планте есть один из террористов. И ромшки у нас с бомбой перетягиваются на Б-плант. Очень умно, но очень сложно, потому что Роман остался 1 в 3. Роман Макаров. Ситуация 1 в 3. Прямо вот можно на хайлайт. Сейчас стрелять ему по головам. А вот получится у него это или нет, мы сейчас увидим. Буквально через пару секунд. Нет, не получилось Романа сделать хотя бы один выстрел нормальный. В голову, я имею ввиду. И в итоге этот раунд переходит к Атос Винцери. Счет 12-9. Всего 4 раунда остается Нави для того, чтобы победить и выйти в полуфинал. Аркада по зигзагу от Эдварда и Маркелова. Видим активно все действия. Аркада отделывается по центру. Аркада по бананам наверняка, и здесь аркада по котам. То есть, если ребят аркадят, то действия они довольно стандартные. Аркада по всем фронтам. А и сейчас эта аркада срабатывает. Видим мы, что минуса в пользу. Атос Винцери. Но смотрим, что будет дальше. Кто знает, 2 в 3 ситуация. Почему бы ее не разыграть и не сделать нужные фраги. Тем более, что каждый из москвичей способен сделать по минус 2, по минус 3 в легкую. Фокс, 1 в 3. К сожалению, Эдик не справляется. Фокс делает минус 1. Маркелов у нас пытается войти в дверь. Но нет, она не открывается. Она не открывается, и Эдвард прячется у нас в малой комнате. Фокс здесь пока никого не видит. Пытается найти. Простреливает. Дает хорошо Эдварду в голову. И должен он минусовать Эдварда 1 хп или 2 хп у Эдварда, а не больше. 2 хп у Эдварда. Иоанна Сухарева. И в итоге вдвоем Маркелов помогает своему тимейту. 13 раунд за нами. Хочется признать, что отличная была от них аркада. Моск 5, конечно, тоже аркадили, но у них аркада была не такая впечатляющая. И не такая стабильная. То есть здесь прямо стабильные минуса мы видим от Нату Свинцери. В итоге москвичам сейчас нужно срочно собираться. Этот раунд они решили полностью слить, правильно делают. Счет станет 14-9. И вот потом будет момент истины. Либо это камбэк будет от М5. Им нужно будет взять целых 6 раундов подряд. Для овертаймов. А для победы еще 7 даже. Либо Нави уже дожмут ребят. Из Моск 5 на Детускане. И тогда, к сожалению, мы увидим ДГ на этой карте. И, соответственно, ГГ в этой игре. И приклашение дальнейшей борьбы Моск 5 в этом турнире. Ну да ладно, не будем забыть вперед. Пока видим мы, что ДО сделает минус Дегла. Его тут же разменивают. И раунд за Натус Свинцери. Счет 14-10. Ой, 14-9, извиняюсь. 14-9. И закупка от Моск 5 в момент истины настал. Либо сейчас, либо никогда. Первый минус от Деоса. Видим мы, что М5 пошли нам все под коты. И Старикс тоже делает отличный минус с АВП. Остальные тоже пытаются выйти. Нужно срочно выразменить. Где есть размен. Маркелов тут тоже не отдаёт в долгу. Минус 2 от Марика. И 1 в 4. Похоже. Похоже, ребятам, из Моск 5 эту игру уже не вытащить. 15-9. И для победы Натус Свинцери нужно взять всего 1 раунд. Всего 1 раунд для победы. Либо это будет жёсткий камбэк на взглядение от Моск 5. Я, конечно, уже говорил, что москвичи способны делать невероятные камбэки. Но как-то мне пока в это слабо верится. Тем более, что в этом раунде у них очень плохая закупка. Галил, Калаши. И Диггл должен быть хотя бы один. Точно. Нет. 3 Галилы, 2 Калаша. Ну, смотрим, смотрим. Возможно, если что-то получится. Аркада по Зигзагу от Деоса. Старикс стабильно делает минуса. Старикс минус 2 на центре. А Фокс тем временем зачищает у нас Зигзаг. 2 в 3 ситуации Фокс и Хек. Они понимают, что на их плечах лежит судьба этой игры. Если этот раунд они не подачат, то всё. Это печалька, это ГГ. И тут уже ничего не сделать. Старикс. Ох, отличный... Отличный выстрел. По Стариксу минусует Фокса. И Хек, это ГГ. Это ГГ. 16-9. К сожалению, для всех болельщиков российской команды она прекращает свою участие на этом турнире. И, к сожалению, через четвертьфинал, через НАТО с Винцами они пробиться не смогли. Таким образом, это 2-0 по картам. Нави проходит дальше. Проходит в полуфинал. А Москва и Фаев отправляются спать. Ну, или что-нибудь другое делать, я не знаю.